Форум объединенных культур Возможности познать прошлое, а значит и настоящее, и будущее через культуру задают все многие И вопрос в первую очередь в том, стоит ли это делать, есть ли в этом перспектива Я хочу сказать, что участники нашего сегодняшнего форума, представители очень многих стран мира, всех континентов Дали на него свой ответ, приехав сюда, в Санкт-Петербург Форум провели сразу на нескольких крупных площадках, в Государственном Эрмитаже, здании Главного Штаба, в Российском Этнографическом Музее и в Государственной Академической Капелле Участие в мероприятиях форума приняли представители более 70 стран и 50 официальных делегаций У вашей страны великая культура и потрясающая история, это знают во всем мире Какими бы ни были политические разногласия, в данный момент русскую культуру невозможно отменить, как невозможно отменить и нашу общую историю Культура – универсальный язык, который объединяет людей Сейчас вы сражаетесь за фундаментальные ценности, за традиции И в этой борьбе Россию поддерживают две трети планеты Ведь вы защищаете мир, где все уважают традиции и ценности друг друга Как говорить о прошлом с учетом глобальных вызовов настоящего? Как извлечь уроки из исторического опыта? И как в этом может помочь профессиональное сообщество? Эти и многие другие вопросы, собравшиеся в северной столице, обсуждали в ходе дискуссии В наших священных писаниях содержится огромное количество важных сведений об истории человечества Об истории цивилизации и культур И эти факты, которые там содержатся, они помогают нам черпать знания об истории Кроме того, история многих стран, она так или иначе вдохновлена и находится под большим влиянием религии Об этом можно много говорить, но я опять-таки позволю себе привести один пример Вот мы находимся здесь сейчас в Петербурге, это культурная столица России И вот мы находимся рядом с храмом Спаса на Крови, который является безусловно прежде всего храмом Домом молитвы для православных христиан Но с другой стороны, всякий человек, который начинает знакомиться с этим шедевром мировой архитектуры Так или иначе узнает о том, с каким событием связано строительство этого храма И так, соприкасаясь с этим религиозным памятником, он через это черпает знания об истории В тот же день в Петербурге состоялась панельная дискуссия «Историческая память и художественное слово» Участники встречи обсудили, чем обусловлено тереско-историческим сюжетом в литературе И в какой степени историческая литература формирует коллективные представления о прошлом Говоря о литературе и шире о культуре, мы можем говорить, что это история, постоянно обращенная в прошлое Именно культурные образы позволяют актуализировать давно прошедшие события, давно умерших людей Завершающим мероприятием в рамках блока «Познание истории через культуру» Стала панельная дискуссия «Историческое наследие как формирующая среда» Основываясь на нашей дискуссии, на ваших размышлениях до нее Скажите, пожалуйста, вот историческое наследие сегодня, на ваш взгляд, это бремя или ресурс? Это, конечно, бремя, если под бременем понимать ту ответственность, которую ты несешь Как представитель, как носитель культуры и, самое главное, как человек, который в силу профессиональных или каких-то других, что ли, интенций Ставишь перед собой задачу этим ресурсом делиться Это, конечно, такое очень тяжелое и ответственное бремя Но очень хочется, чтобы это было ресурсом Далеко не всегда этот ресурс используется, но как цель наши деятели культуры, конечно, использовать эту вещь для развития нашего общества Развития каждого конкретного человека В новом, стремительно меняющемся мире форум в Петербурге, несомненно, стал площадкой для обсуждения самых актуальных мировоззренческих вопросов А также местом, где рождаются новые идеи и проекты Служба информации фонда «История Отечества»